Всем привет, с вами Тома, и в сегодняшнем видео мы посмотрим призы за Блиц-историю прошлой недели, и по идее минут через 10 должна уже стартовать Блиц-история на эту неделю, которая про Селестию. На прошлой неделе мы с вами пытались получить злую версию Луны, Дуб Луна, это по комиксам Арка Отражения, ссылочку я опять оставлю в описании, если вы вдруг все еще не знаете, откуда это все хозяйство к нам пришло. Это как бы Луна и Селестия из другой вселенной, в которую можно попасть через зеркало, типа как Эквестра Геллс, но только другая, и как бы та вселенная параллельная вселенной поняж, перевернутая с головы на ноги, то есть хорошие персонажи плохие, а плохие хорошие. Дуб Луна. Эта версия Луны, возможно, став плохой, таковой и останется, но по крайней мере она увлеклась игрой на органе, а это уже что-то. И да, эта версия Луны у нас очень вампирская, посмотрите, какая красотка, просто шикарная, вообще конфетка, я не знаю, как можно было пройти мимо нее, и вы даже помните, что я ради нее пошла на очень сумасшедшие жертвы в виде траты 750 камней, ее можно было получить, конечно же, без этого, но если бы я не уезжала. Но поскольку я уезжала, я решила перестраховаться, чтобы точно ее получить, потому что у меня отсутствие, ну, целый день, скажем так, с утра до вечера, не сутки меньше, но тем не менее, я решила перестраховаться и взять себе бустер в виде трикси, которая тоже очень классная, кстати, не грамм, не жалею, что я решила ее взять. Вот, так что у меня теперь две кобылки и минус 750 камней, и, кстати, пораспрайты, пораспрайтились. И за второе место в этой акции просто огромный постамент с дискордом в костюме супергероя, а в том мире он был, как вы понимаете, супергероем. То есть он был суперхорошим, у нас он суперплохой, а там он, ну как, он у нас не то чтобы плохой, но, в общем, там он был, как бы, официальным супергероем. Вот, и вот эти вот здания и статуя прямо из комикса, ну, там, конечно, в комиксе статуя была не такой огромной, она была, как обычная статуя, а не как целая ратуша. Так что я даже была очень удивлена, когда такую штуку дали за второе место, потому что она занимает очень много места, место-место, тавтология. И у меня еще есть дискордики вот такие шариково-шарикообразные, и еще есть зимняя версия дискорда. Кажется, она у меня где-то... А, вот они, вот они есть, зимние дискорды. Короче, дискорды зимние, дискорды из шариков, и дискорды... Теперь один дискорд очень большой и огромный. Можете в комментариях написать, успели ли вы получить Луну, потому что многие, в принципе, уже написали под прошлым видео, который у нас в Трикси Эликорн, но, возможно, если хотите... Если вы там еще не писали, можете тут написать, получили вы ее или нет. И вот стартовала следующая Блиц-история. Так, пришлось хорошенько поразмыслить, но, кажется, мы, наконец, придумали действенный план. Ты хочешь сказать план, как победить злобные версии Селестии и Луны в этой зеркальной вселенной, где мы находимся сейчас, и с которыми мы не можем нормально сражаться по каким-то волшебным причинам. Да, этот план, а теперь, как я говорила, думаю, мы сможем использовать элементы гармонии, чтобы заключить злых Селестию и Луну в кристалле. Они будут целы, невредимы и обезврежены. У кого-нибудь есть вопросы? Да, да, у меня есть почему. Все выглядит так, как будто мы сейчас в нормальном понивили. Почему зазеркаленная Трикси и зазеркаленный Флим недавно сражались с зазеркаленной Луной рядом с нами? Хороший вопрос, Пинки Пай. И вот еще. Почему мы до сих пор не видели другого Сомбру? Мне почему-то кажется, что мы чего-то не знаем о предыстории, связывающей его с Селестией. Уверена, там все запутано. Отправит Пинки Пай задать искорке все вопросы. Отгласите весь список, пожалуйста. Да, Пинки Сэнс. Если вы до сих пор не смотрели видос про комикс, то там фишка в том, что Селестия слишком часто ходила к Сомбре на свидание, к доброму Сомбре на свидание. Вот, и он, она, точнее, сделала слишком тонкой границу между этими двумя мирами, и физические действия, которые оказывались на персонажа в одной вселенной, отражались на его двойнике в другой вселенной. То есть, если бы главная шестерка в той вселенной начала как-то бить Луну и Селестия, злых, но физически, то эти побои передавались нашим Селестие и Луны. То есть, они как бы, как две стороны одной монеты. Вот. И в этом была проблема. Если честно, не знаю про Валель Пинки, но разве в этом вообще может быть уверенным? С этими параллельными мирами все всегда очень запутанно, я хочу сказать. Ух ты, это действительно вопрос, Пинки. Ну да, что если мир не на 100% имеет смысл? Не стоит сделать записи обо всем этом для потомков. Это как Гамми рассуждала о бытии. Нет, если у тебя нет ответов, наверное, не стоит слишком много об этом думать. Наш мир тоже не имеет смысла, почему это должен. Ну ладно, если ты так считаешь, Пинки, возможно, я сделаю всего пару записей на всякий случай. Все равно мы должны быть готовы ко всему, даже с элементами гармонии пленить любую версию Селестии. Будет непросто, любая помощь будет кстати. И в этой акции мы сражаемся со злой версией Селестии. И все остальное то же самое. В качестве боссов у нас мудрая Дерпи и нежная Кризаллис. Давайте посмотрим, сколько они стоят в магазине. Могли бы, конечно, посмотреть, пока я вам рассказывала про параллельные вселенные. Ничего себе, ничего себе, тысяча и семьсот пятьдесят. Тысяча, Карл, и семьсот пятьдесят за Дерпи. Ну, я, конечно, никого брать не буду в этот раз. Нежная Кризаллис очень прикольная. Я думаю, может быть, вы на нее откладывали, и вы ее возьмете. Но поскольку я брала в прошлой акции, соответственно, Трикси, то в этой акции я уже буду без бустеров. Да и тем более, это проходимая вещь без бустеров, если ты как бы дома никуда не выезжаешь. Вот, ну и акция такая же самая. В принципе, главная фишка этой акции в том, чтобы часто заходить в игру. Ну, как часто? Где-то раз в часа в два лучше заходить. Можно ночью не заходить, но днем раз в часа в два обязательно, чтобы молнии как только накопятся. Они копятся как раз-таки где-то два с костиком часа, наверное. Вот, чтобы каждый раз их сливать. Вот, и на втором этапе у нас приз Зеркало. Интересно, оно такое же огромное будет, как Дискорд или нет? И третий приз у нас Селестия. Это Блиц История. Она специально рассчитана на активные заходы на уикенд. Пятница, суббота, воскресенье. И там еще захватывает полдня понедельника, получается. То есть, ну, это по нашему времени, да? По полдня пятницы и полдня понедельника. А на западе это целиком. Пятница, суббота, воскресенье. Вот. В том часовом поясе. У них-то чуть-чуть все по-другому. Идет. А где мои кучки? Почему кучек нет? Давайте кучу там съездим. И, в принципе, если вы будете просто днем захотеть раз в пару часов, то вы практически без особых проблем возьмете главного босса. Ой, там какой-то мегамусор. Вот, все. Никаких больше лайфхаков по прохождению этой акции нет. Просто часто заходить и все. Я вам желаю удачи в данном прохождении, чтобы у вас было времечко, потому что сейчас все еще лето, и многие все еще в каких-то разъездах, в деревнях без интернета и прочее-прочее. Кстати, да, меня еще некоторые спрашивают по поводу, вот если я уеду и буду без интернета, как это все зачитается, не зачитается. И я не знаю, ребят, честно. У меня такого не было, чтобы я проходила акции, не имея доступа к интернету, потому что я играю на компе сейчас, как вы все в курсе. Вот, ну, через эмулятор андроида, потому что мои текущие гаджеты уже не поддерживают игру. Вот, и у меня такой ситуации ни разу не было. То есть, если есть компьютер, у меня есть тут интернет, если я не забыла за него, конечно, заплатить. Вот, поэтому я, к сожалению, не знаю ответов на этот вопрос. Вот так вот, что мы там с вами натыкали. О, шесть молний. Вот, первый этап проходится достаточно быстро, да и второй с третьим, на самом деле, не такие уж и долгие. Я вам, еще раз говорю, желаю удачи в прохождении, и увидимся потом, не знаю когда, потому что отдельное видео по итогам я, опять-таки, снимать не буду. То есть, я вам уже покажу Селестию в каком-то следующем видео по игре, когда оно будет, а когда оно будет, я не знаю. Надеюсь, это видео было вам интересно. С вами была Тома. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok